Бесплатная медицина в Черлакском районе хромает на обе ноги. Состояние ФАПа в деревне Золотухино, например, просто вызывает брезгливость, говорят местные. Бесплатные медикаменты, шприцы и даже гипс больным приходится приобретать самостоятельно. Средни встретился депутат-коммунист Владимир Вениченко и наша съемочная группа. Облезла и обезликая дверь и затянутое целлофаном окно. Ничего из этого не говорит о том, что по ту сторону находится ФАП. Посмотреть состояние кабинета, где людям оказывают первую помощь, нам не удалось. Перед приездом съемочной группы медработница в срочном порядке взяла отпуск. А почему они сегодня закрыты? Какой-то отпуск внезапный у нас сразу же. Образовался отпуск. Не знаю, в отпуске вроде была она и вот опять отпуск, потому что у нас слухами земля полнится и деревница знает, что приедут к нам сюда. Скрылся медик в деревне Золотухино, видимо, не только из-за безобразного состояния ФАПа. Местные рассказывают, то, что должно быть бесплатным, людям приходится покупать за свой счет. Выписали тебе больничный и сразу тебе целый пункт лекарства купи себе. А государство, говорят, выделяется вот эти деньги на тот же коронавирус, но у нас все покупаем мы. Нам никто ничего не дает, ни какую отсветилку, ничего. Все купи за свой счет. Не меньше проблемой люди в Золотухино считают редкие визиты педиатра. Дети в этом году, говорят, жители отправились в детские сады и школы без предварительного осмотра детского врача. К нам уже давно не ездят педиатры, мои дети не могут прийти педиатры. Грубо говоря, вот ребенок в школе, другой в садике, еще один в школе. У нас до сих пор он не пройден. Главное в Соляное ездить, а мы что, лысые все? Недавний случай буквально привел людей в шок. Местная жительница Дарья Вондра отправилась в Черлакскую районную больницу с подозрением на перелом. После подтверждения травмы Дарью отправили за покупками. Приехала в больницу, сделали снимок, все. Сказали перелом в Черлакской ЦРБ. Иди покупай гипс. А если бы у меня с собой ни денег, ничего не было, мне что, со сломанной ногой домой ехать пришлось бы? Этот случай – не единственное подтверждение того, что медицина в Черлаке по каким-то причинам платная. Нине Самойловой несколько раз в год по состоянию здоровья приходится ложиться в тационар. По словам пенсионерки, процедуры в Черлакской ЦРБ не начинают делать, пока родственники не купят и не привезут все необходимые медикаменты. Почему платное лечение? Почему вот лег человек, медсестра заходит и говорит, вам надо вот это, вот это, вот это приобрести. И потом заходит через какое-то время, говорит, вам привезли уже препараты? Нет, не привезли. Ну как привезут, скажете. То есть им лечить нечем. Никто нам на этот вопрос не отвечает, что, почему платное. Все говорят, нет, это все бюджетно, бюджетное все это. Ну вот, как вот видите, нет, у нас все платное. Ответ за происходящее держала заместитель главврача Любовь Критская. Женщина заверила, ни о каких покупках лекарства за свой счет она не слышала. Такая практика у вас, для вас это как бы удивительно, слушать? Ну я не, для меня это удивительно, я вот у меня в кабинете, никто ко мне не обращался по поводу приобретения, а за наличный расчет что-то. Также полной неожиданностью для заместителя главного врача стало и то, что педиатры, которых в Черлакском районе 7, пренебрегают своими обязанностями и не посещают деревню Золотухина. В деревне Золотухина говорят, что педиатра у них не было уже очень давно. И там ремонт требуется, потому что Золотухина что-то фарма. В завершении беседы Любовь Критская пообещала обратить внимание на проблемы по медицинской части в деревне Золотухина. Дала слово и разобраться с нехваткой медпрепаратов и расходных материалов. У нас пока еще по конституции медицинское обслуживание населения, помощь бесплатная, а по факту жители сталкиваются с тем, что даже шприцы и прочее, гипсы, вопиющие случаи было. Но главврача нам не удалось застать. Но сейчас в Росздравнадзор буду направлять обращение министру здравоохранения Омской области, чтобы ситуацию прояснить. А не отрицать, конечно, это будет все, но это, скорее всего, массовый характер носит. Сейчас будем это на контроль брать, чтобы обращение фиксировать сразу, оперативно реагировать на это. Остается надеяться, что людям в Черлакском районе не придется в случае острой необходимости медицинской помощи бежать в аптеку за лекарствами и бинтами. В разрешении этого вопроса депутат-коммунист Владимир Вениченко окажет жителям Черлакского района всевозможное содействие.